Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Котеечка, скажи всем огромный привет. Привет-привет, скажи. Скажи, я вредная, не хочу никому говорить привет. В общем, девочки, сегодня я с утра как сумасшедшая просто на самом деле. Меня иногда спрашивают, там, планирую ли я как-то свой день там, свои дела какие-то. Вот сегодня у нас, ну, хорошая погода в Питере в последнее время, как я уже говорила. Сегодня я запланировала поработать немножко, ну, в огороде, в цветнике там своем. В общем, ну, как всегда, знаете, такие дела. И с утра, одевая ребенка в детский садик, я поняла, что у нас окончательно порвалась куртка. И, в общем, ломанулась я за курткой сегодня. Ребенок у меня все-таки в садик пошел. В общем, порвалась у нас совсем курточка, и я вообще обожаю такие истории. Знаете, вот в осенней такой тонкой куртке осталось походить вот просто буквально пару недель. И тут куртка рвется, и нужно покупать новую. Потому что, ну, там ее, в общем, не починить уже. Там и молнию нужно менять, и место стыком с молнией. Там вот, знаете, где соединение вот это с молнией, тоже там все порвалось. В общем, куртка практически не застегивается, благо сегодня тепло. Другой куртки никакой нету есть. Эта куртка у него оставалась у меня от старшего сына. В общем, я сегодня как сумасшедшая. Девочки, даже ноги натерла, представляете? Оббегала все детские магазины. Уже появились, ну, такие утепленные совсем куртки. А нам нужна вот прохладная. Сейчас у нас 17 градусов. Такая прохладная курточка. В общем, заскочила в итоге в юниор. В юниоре, кстати, очень хорошие скидки. Вот у кого детки есть. Зайдите туда, посмотрите. Там сейчас на Реми вот эти все такие бренды курточек. Я, кстати, очень люблю Реми, но в итоге купила другую. Потому что Реми, она как-то мне там одна всего висела. Куртка и нашего, ну, не нашего размера, а меньше размера. Поэтому я взяла сейчас вам покажу, что сынульки своему купила. Как раз его поеду, потом заберу в садика, все по мере. Девочки, смотрите, это когда ты фанат своего котика. Да, Касперюшечка? Да, мой сладкий. Улегся тут. Купила куртку под цвет кота. На самом деле купила единственную, которая была в наличии. И которая с таким водоотталкивающим. И чтобы была небольшая хотя бы хлопковая подкладка вот здесь вот. Потому что там были либо совсем такие, знаете, где только плащевка и внутри сеточка. Но такие совсем холодные я не хотела. Хотела уже такую вот. Причем эта куртка, девочки, написана. Смотрите. Я взяла на 122. Здесь написано 6-7 лет. Вот мне продавец сказал, что она как раз и пойдет на 6-7 лет. То есть мне еще на следующий год должно хватить. Смотрите, здесь защита от дождя, защита от грязи, защита от ветра. И с флисовой кофточкой можно до плюс 5. Даже просто с любым светорочком. То есть она такая непродуваемая, непромокаемая. И при этом дышащий такой материал. Вот это мне так продавец сказал. Здесь манжетики идут. Ну слушайте, она куртка вообще классная. Мне так нравится такой цвет. Но это когда ты фанат котика своего. И еще я взяла вот такую шапочку. Вот. Красавчик. Будет у меня вот такой вот. Она, конечно, не очень сюда, наверное, подходит. Но мне очень понравилась эта шапочка. Она такая тоненькая. Вот тоже сейчас ходите. То есть она такая прям хлопковая. Это какой-то магазинчик нашла. Девочка, вот шапка стоила 600 рублей. А куртка, кстати, по скидке. Сейчас вам покажу. Вот видите, тут какой-то супер-пупер материал. Вот. Всего 2-300 я ее купила. И еще к другой куртке, которая уже утепленная. Я купила ему вот такие перчатки. Тоже в каком-то вот магазинчике. 400 рублей стоили с человеком-пауком. Он у меня очень любит человека-паука. Поэтому взяла вот такие вот перчаточки. Они внутри. Вот такие вот утепленные. Ну, как бы такой, как начосик небольшой есть. Но это не к этой куртке. Это другой. В этой куртке он без перчаток у меня будет ходить. Так что вот так вот. Я все психую по поводу своих мужчин, как вы понимаете, да? Все пытаюсь одеть, разодеть. У меня сплошные покупки для детей, для мужа. В общем, себе все ничего-ничего. Ну, почти ничего. Да, котечка, смотри. Смотри. Мы тебя очень любим. Это заметно, да? Вот так вот. Вот. Так что вот такая вот история. Планы, что называется. Вот так вот у меня. Поэтому я на самом деле обычно ничего не планирую. Вот у меня есть как бы время, когда нужно забирать детей, когда их нужно отвозить. Отсюда я отталкиваюсь уже. Вот. Потому что все планы мои обычно... Обычно, да. Ну и плюс еще какие-то свои там дела, там, не знаю. Вот. Их тоже пытаюсь вписать в график. Но я еще попутно заскочила. Получила свою посылку Сайхерб. Тоже вам ее сейчас покажу. Сайхерб вообще посылка мне шла три недели. Даже, мне кажется, чуть больше. Я еще такую маленькую заказала. Думаю, ну, сейчас закажу маленькую, там, витаминчики. И потом закажу что-то побольше. Ну, побольше хотела там специи всякие. Надо было сразу большую посылку заказывать. Потому что идет очень долго. Я понимаю, что если я сейчас закажу, то ко мне придет опять, ну, в конце октября, наверное, да. Как-то не очень. Вот. Ну, это, наверное, связано из-за того, что границы же закрыты там и так далее. Вот из-за этой всей истории, наверное, поэтому так долго идут посылки. В общем, сейчас тоже покажу вам iHerb. Мой сладкий мальчик тут все балдеет и балдеет. И так ляжет. И всяк ляжет. Да. И все хорошо. Так, скажи, что-то хорошо, так сладенько. Вообще невозможно жить. Девочки, посылка с iHerb получила. Ну, вот я ее раскрыла, просто посмотреть. Во-первых, я заказала вот такие витаминчики своим деткам. Это вообще мне очень нравятся для детей витамины от марки Solgar. Но от марки Solgar витаминчиков практически... Чем мой хороший и чем мой сладкий. Практически не бывает в наличии. В общем, взяла вот такие с витамином С. Сейчас на осеннюю пару вообще отличным будет вариант. Буду общим своим давать мальчишкам. Вот такие вот витаминки по одной штучке в день давать. Так, дальше себе я взяла вот такие. Мне, кстати, как-то спрашивали, не приходит ли мне вот такие разбитые баночки. Нет. Посмотрите, как они отлично запаковывают. То есть все обернуто. Прямо вот эта бумажка. Она прям приклеена сюда, видите. Взяла себе тоже вот такие витамины. Ну, это что-то наподобие. Как же опять потревожила меня хозяйка. Невозможно же. Просто невозможно, да. В общем, вот такие витаминки. Ну, это типа мультивитаминов. Тут и витамин С, витамин Д, Е. В общем, видите, много всего. Вот. И тоже нужно принимать по одной капсуле в день. Тоже себе, как бы вот на осенний такой. Не сейчас, а чуть позже я буду принимать. Но это тоже пригодится. Снова взяла, девочки, себе чай. Вот такой с лавандой. Он мне очень нравится. От него так классно спится. Вообще, вот если у вас есть какие-то проблемы со сном, я вам очень советую. Видите, правда, коробочка пришла мне немножко мятая. Я вам очень советую. Реально, очень советую вот этот чай. Здесь получается мед. Кто-то еще. И лаванда. Вообще, потрясающий чай. Во-первых, он еще плюс ко всему вкусный. Я его вообще без сахара. Чашечку на ночь. И вообще, как младенец сплю. И еще у меня здесь специи. А точнее, я снова взяла вот этот чесночный порошок. И все-таки мне больше понравился именно вот этой марки. Почему? Потому что он идет как бы с гранулами такими, девочки. То есть, когда блюдо готовится, то есть, оно раскрывается в горячем виде. Вот тот порошок, который я до этого заказывала, просто обычным порошком, да, другой марки. Он как бы, ну, посыпал и посыпал. Что-то там поначалу ароматно, потом вообще не ощущается. Вот этот прямо ощущается аромат. И мне очень понравился, поэтому я решила повторить вот этот. В общем, буду теперь заказывать. Хочу заказать тоже специи. Вот этой марки все-таки мне больше всего нравятся специи. Вот они вот прям то, что нужно. Хоть они подороже всех остальных, но они действительно с блюдом творят просто чудеса какие-то. В общем, вот такой маленький заказ, девочки, ждала больше трех недель. Это, конечно, ужасно. Знала бы, я бы еще специи сюда бы добросила. Всякие разные. И вот этот чай, девочки, очень советую. Если вы заказываете что-то с Сахер, обязательно возьмите вот этот вот, получается, мед лаванда, да. Именно вот этот чай, он очень вкусный. И, ну, если вы любите лаванду и реально спите, как младенец. Вот просто очень классно. С утра, кстати, тоже легко просыпаться, поэтому взяла себе снова этот чаек. Ссылки, как всегда, оставлю вам все внизу в инфобоксе. Не улыбнись. Перни спинкой. Красавчик? Да. Ну, а я сегодня еще решила, раз у меня так начался день, приготовить бампушки с чесноком. Давно я смотрела на этот рецепт и решила все-таки сегодня именно сделать. Здесь я развожу молоко теплое, полстакана молока, полстакана воды. И развожу здесь дрожжи. Девочки, все ингредиенты я пропишу вам в инфобоксе. Обязательно переходите. Если кому интересно, смотрите. Сбегая вперед, скажу, что бампушки получились очень-очень вкусными. В общем, нужно растворить эти дрожжи, потом добавить сюда соль, сахар, столовую ложку муки и поставить это все в теплое место. Я вообще приноровилась тесто ставить на то, чтобы оно поднималось, то есть это типа опары, да, такое готовится, в духовку. У меня духовка поддерживает температуру 40 градусов. Я ее чуть-чуть приоткрываю, накрываю вот эту мисочку полотенчиком, и у меня там отлично все поднимается, тесто вот прям загляденье. Вот оно у меня как раз поднялось, постояло оно у меня 15 минут, то есть все так забурлило, и теперь будем замешивать тесто. Добавляем сюда муку. Я добавляю всегда понемногу, не сразу ухую столько, сколько написано, а добавляю понемногу и всегда просеиваю. Хотя в рецепте не было такого написано, что муку нужно обязательно просеять. Но я вот как-то привыкла так делать. Также мы сюда добавляем одно яйцо и растительное масло. И начинаем потихонечку замешивать тесто. Вот как вы видите, я муки совсем немножко вначале добавила, хотела все это перемешать, и потом постепенно-постепенно уже, ну, замешивать такое тесто. Потому что мука бывает разная, я тоже разную покупаю муку, и бывает слишком много или слишком мало. Вот, так что добавляю так на глаз. Вот такое вот тесто у меня получилось. Мы его ставим на то, чтобы оно поднялось. Снова ставлю в духовку при температуре 40 градусов, да, и оно там вообще отлично поднялось. Буквально минут за 30-40 оно стало у меня вот прям в два раза увеличилось. Вот такое вот у меня получилось тесто. Сейчас его немножко нужно вымесить, и будем формировать кругленькие булочки, которые выкладывать нужно на противень. Вот так вот выложить. На самом деле их нужно класть ближе к друг другу, и об этом было прописано в рецепте. Но я как-то вот проигнорировала, честно скажу, этот момент. Не знаю почему. То есть они же должны быть такой, как бы единый, такой слипшийся булочкой. Также мы ставим на минут 15 булочки, чтобы они приподнялись, отдохнуло тесто, скажем так, да, и потом выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут. Еще можно смазать для красоты яичком или маслом. И теперь вот эта обмазка, это масло у нас получается, чеснок, и я еще всякой зелени сюда. Вот все, что у меня было, и лук, и укроп немножко. И вот такие вот булочки у нас получаются, поверьте, они нереально вкусные внутри, мягчайшие. Единственное, что я слишком поздно смазала их маслом. Там было написано, что они должны немножечко приготовиться. Точнее я смазала не маслом, а яйцом. Немножко как бы повепекаться, и потом смазать, да, яйцом. Но я, видно, как-то вот слишком поздно, они мне не так сильно подрумянились. Но я не стала дольше держать в духовке, побоялась, что они у меня пересохнут слишком. Поэтому вот такие вот вытащила. Но буду теперь знать, моим мужчинам, естественно, очень сильно понравилось это блюдо. И мне кажется, вот эти шарики тоже надо делать поменьше. Вот младшему моему так вообще, у меня просто булочки у него пошли на ура. Вообще, у меня мужчины любят все такое чесночное и такие всякие булочки изделия. Вот у меня муж такое покупала в ленте постоянной. Я все думала, надо мне тоже попробовать сделать. Смотрите, какие они воздушные получаются внутри. Я очень советую вам попробовать. Готовится на самом деле очень просто. Но на ужин я решила совсем простое, мега простое блюдо. Просто положила обжариваться рыбку и сварила картошечку. Просто отварила, даже не стала делать пюре, девочки. Вот, я люблю на самом деле такие простые ужины. И сделала вот такой салат. Это зелень у меня еще с моего огорода. И добавила сюда кукурузу. Кукурузу консервированную. Очень любят у меня так мужчины есть такие салаты в последнее время. Надо будет с закупкой съездить в ленту и накупить много горошка и кукурузы консервированные. Так что вот такой вот у нас сегодня вкусный ужин. Булочки не полезные, конечно, но тоже получились очень вкусные. И я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Вся информация находится внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите. Всех люблю, целую и до новых встреч.